Всем привет, с вами Мосс. Знаю, ребят, многие из вас ждали, что как и годом ранее я выпущу на канале серию топ-10 бюджетных бестов, но думаю вы все же согласитесь. В середине ноября, даже уже ближе к концу, ну как-то не актуально, до этого были другие все же более интересные темы. Ну а просто делать топ-10 лучших игроков на каждую позицию, ну это такой изи-контент, это немного субъективно, вкусовщина. В общем, я решил пойти немного к другим и, как мне кажется, куда более полезным и эффективным путем. На канале стартует серия видосов, где мы будем подробно выбирать и разбираться с каждой позиции на поле и подбирать на эту каждую позицию идеального игрока. И тут речь будет не только о каком-то моем субъективном ощущении, не только о сухих цифрах, но и кое-каких скрытых вещах, на которые многие из вас не обращали внимания. Особенно актуально это в сегодняшнем видосе про вратарей, уверен, узнаете много полезного. Ну а спонсором этого видео является самая надежная в своей сфере компания. Спортивных дисциплин в изобилии, кибер, разумеется, тоже в наличии, а мой промо-код MOZ придаст вам уверенности на самом старте. Ссылка будет в описании ролика, а теперь приятного просмотра. Стражи, спасители, тащеры. Ожидание от вратарей и непосредственно их действия в FIFA две разные вселенные. Условный танкист может в одном матче сделать 20 сейвов и отыграть на ноль, а уже в следующем не справиться с финесом с 30 метров, прыгнуть в другую сторону от мяча или вообще врубить режим аутиста и смотреть футбол со стороны. Несмотря на то, что по сравнению с 18-й вроде стало чуть лучше, голкиперский рандом все еще есть. Но с другой стороны есть и некие закономерности. Как и раньше, большая часть просвещенных предпочтет Нойру Фермана. Исторически выбор вратаря в Ultimate Team определяли три статы. Нерог, рефлексы и выбор позиции. Это разумно, игра руками и ногами влияет исключительно на точность передач кипера с соответствующими конечностями. Скорость, насколько быстро в случае пожара он выбежит из ворот. А вот три вышеупомянутых характеристики и впрямь увеличивают или снижают вероятность сейва. Но это если на поверхности, а мы копнем глубже. Пикфорд, Каспер и еще добрый десяток обладателей вроде как солидных характеристик. Именно из-за недостаточных габаритов снискали дурную славу. Не мудрено, что в реальном футболе, что в этом его жалком подобии. Чем ниже вратарь, тем сложнее ему тащить мячи из углов. Всех, кто не дотягивает до 185 смело заносите в черный список. В идеале нужен ГК 190+. К слову, всемирно известную читерность Беговича несколько лет подряд объяснял именно его рост. С рефлексами на первый взгляд тоже все просто. Чем они круче, тем меньше задержка в действиях кипера. Но куда интереснее детали. Заходим в подробные характеристики и проверяем реакцию. Вот там и объяснение того, почему многим так нравится Эдерсон, даже несмотря на средненький рост. Почему Дехея считается лучшим вратарем в игре, а бюджетный фермен оказывается не хуже элитного Нойера. Свечку у кроватки электроников не держал, но по личным наблюдениям именно реакция влияет на вероятность того, что в самый последний момент кипер выставит одну из конечностей и отобьет удар, что из оперы наверняка. Тут вы резонно спросите, почему тогда даже у самых топовых вратарей случаются жесткие ляпы. Сдается мне, что в теории есть три причины. Первая, не самая удачная попытка EA придать игре реалистичности. Думаю, вы замечали, что на удары из-под защитника или на те, что не удалось заблокировать, киперы реагируют с жесткой задержкой. Так-то замысел неплохой. Если в реальном футболе вратарь не видит момент удара, а мяч летит точно в угол, вероятность сейва минимальна. Но вот Фифея, как бы выразиться, помягче. Со всеми несовершенствами, пролетами мяча сквозь ноги и тела, и деформированными, как у сбитой камазом курицы, лапками, нет ничего удивительного, что обзор в момент удара не закрыт, а кипер будто видит перед собой кирпичную стену. Та же история с финесами, ведь по определению обводящий удар должен кого-то обводить. Вот и мешают нашим вратаришкам призраки, в обход которых закручивается мяч. Вторая причина ляпов скрипты. Если игра решит, что вы должны пропустить гол, с вероятностью 80% этого не миновать. Особенно заметно вмешательство великого думателя, когда катаете против компа в какой-нибудь Squad Battles, ведь там фактор действий живого игрока исключен априори. Ну и третий, хотя не самый очевидный резон, это собранность. Именно эта характеристика больше остальных соответствует некой стабильности игрока. У вратарей она не красная, как остальные статы, а значит вполне возможно она действительно важна и берется в расчет. Даже у топовых ГК значение не превышает 70 с копейками. Отсюда, возможно, высчитывается процент вероятности тех случаев, когда кипер, что называется, не спас. Друзья, если не хватает золотишка на паке или крутой состав, обращайтесь к Ване Мухину, который запустил новую безопасную систему снабжения нуждающихся. Выгодный курс, быстрая доставка, качественное обслуживание и, конечно же, сезонные скидки. Ссылка в описании ролика. Чтобы картина была исчерпывающе полной, не забудьте при выборе кипера смотреть на весьма полезные ништяки. Я про таланты. Один из самых читерских дальний бросок, он же лонг-троу. Счастливые обладатели этого перка могут швырять мяч руками до центра поля, а то и дальше. Для быстрой контратаки самое то. Панчер, он же в русском переводе бомбардир. С ним при любом верховом мяче вблизи вратарской, кипер попытается выйти и вынести его кулаком подальше в поле. Трейд полезный, особенно если отскок не идет прямо на ногу сопернику. Выход один на один. Тут все ясно. Вратарь будет лучше занимать позицию при данных игровых ситуациях и чаще отбивать удары убежавших форвардов. Свипер-кипер. Вратари с таким талантом страхуют защитников и с удовольствием перехватывают мячи. Так что иногда только кажется, что ваш пас вразрез на форварда был слишком сильным. Возможно, тут зарешал именно свипер-кипер трейд. Остальные два таланта, поддержка вратаря на угловых в конце матча, если команда проигрывает, и Ultimate Professional, как по мне, фишки бесполезные. Последний трейд вообще походу только ради красоты. Любопытно, что в 18-й FIFA, а может и раньше, в игре существовали еще три таланта. Два были связаны с активностью на выходах, еще один отвечал за сейвы ногами. Последний перк очень интересный, и его как раз замечали у имбовых вратарей, в том числе Дехея, Фермана и Беговича. Затем, что из игровых меню, что со сторонних сайтов, талант исчез. Но, сдается мне, что стерли только видимость, а в FIFA он остался. Ведь с тех пор, как его убрали, электроники ни слова не говорили об изменениях в игре вратарей, и в описании к апдейтам также не было ни строчки. Кроме вышеупомянутой троицы бестов вратарского дела, ножные сейвы были в свое время замечены у Терштегена, Руфье, и, как ни странно, у Симона Миньоли, о котором вообще никто не играет. Итак, в итоге нужно смотреть на пять показателей. Рефлексы, реакция, рост, нырок и выбор позиции. Про таланты, разумеется, тоже не забываем. Но что делать, если у вас и так топовая экипа, а обводящие удары с 30 метров продолжают залетать, да и угловые с подачи на ближнюю тоже. В идеале более плотно и оперативно обороняться. А что до вратарей, в этом году есть нововведение, о котором как-то мало говорили, но в умелых руках оно способно затащить матч против куда более сильного соперника. Речь об управлении вратарем. Да-да, теперь Стража Ворот можно двигать не только на штрафных и носиться им вперед, зажав кнопку пасса в разрез. Когда соперник с мечом, вдавливаем правый стик внутрь и смело крутим им в ту сторону, куда хотите, чтобы сместился вратарь. Видите, что вражины готовят очередной фенесса в дальний угол? Быстренько продавили, сделали шаг и без проблем нейтрализовали угрозу. На угловых та же история, вышли на ближнюю и обломали сопернику очередной скрипт. Главное в этой ситуации ваша реакция и оперативность. Ну и с прогулками вратарей заигрываться тоже не стоит, ведь соперник, как поймёт, что вы могёте, тоже будет отплясывать от ваших действий. Ребят, если у вас вдруг поначалу не получается это механическое управление вратарём, то прожимаете несвоевременно, то передвигаетесь непонятно куда и кажется, что наоборот делаете только хуже, рано бить тревогу, я вон сам. До сих пор нахожусь в процессе обучения, получается далеко не всегда, но тут, как говорится, терпение и труд всё перетрут, а фишка действительно имбовая. Если вам понравился видос, то не забудьте влепить лайк, тем более, что ваши лукасы ускорят выхода следующего видоса из этой рубрики, где мы подробно разберёмся с ЦЗшниками, с крайними защитниками, ну и так далее, так что на вас очень рассчитываю. А если вдруг впервые на канале, ну мне нечего добавить. Подписывайтесь в срочном порядке, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий видос, а ссылки на группу ВКонтакте и на мой Инстаграм вы найдёте по традиции в описании ролика. Всем пока, с вами был Мосс, скоро увидимся.